Перепелец Валерий Викторович. Сколько лет, Павлов? 33. Якутия. Эмаконский район, поселок Иснара. 8-я рота, 3-й батальон, 83-й дивизии. Помощник мяча, скорой, льдовой. 29 сентября мобилизовали. Принесли повестку. И ты пошел? Да мне даже время не дали не собраться, ничего. Медкомиссия даже не проходила. Просто я подписал, что вообще все. Почему он пошел? Потому что выбрал либо на 5 лет садиться, либо нам говорили, мы 3 месяца, потом после 3 месяцев 6 месяцев. Мы до сих пор здесь. Нам как бы говорили, что у нас будет 2-я, 3-я линия, и мы на передок не должны были ездить. И ты верил в это? Как бы 8 месяцев ни разу не был. И вот сюда, когда попали, понял, что это полная жопа. С распределителя отправили в Сурииск и назначили помощником пулеметчика. В Сурииске пару раз рядом с Энергонадаром в село Мичурино мы стояли 6 месяцев. Там побольше ездили, учили работать в Экране, в Экране, в Экране, как обкоп штурмовать. Учились переворачиваться на откат, командовать. Но здесь уже поступали команды. Идти туда на передок. Первый раз пошли, рядом там, ну, Заклещаевка, там поле какое-то. Рядом там гора такая, Дот стоял. Туда зашли, первый раз. Просто от артиллерии получили пиздюлей. И там 4 часа, кто там, двоих у нас, 2 сотых было. И мы потом спустились там в лесополку, ждали вечера. И с лесополки вечером ушли. Ну, как бы откатились. Второй раз нас завезли еще тоже туда, уже в Клещаевку. Мы тоже там заблудились, потерялись, что-то там позиции не те заняли. И в итоге мы тоже откатились. И вот в третий раз вот завезли, там, назначили нам территорию. Мы как бы заняли позиции. Шла группа украинцев, там, я наверху сидел. Внизу там парни тоже наших сидели. После подготовки двое наших ушло. А остальных наших вот украинцы положили. Ну, кого-то положили, кто-то трехсотый. И вот, как бы, там тоже блин-дражи, блин-дражи поразбивали. Я сидел наверху, там со мной четверо было. А наверху... И рядом, ну, там не окоп, там просто, как бы, ров такой метро-дража был. Вот, мы там вот сидели. Я, если честно, очкунул, я не вылезал, не стрелял. Просто в жизни хотелось. На второй день, то, как раз вот, когда украинская группа там поразбивала нашу, нам назначили новые позиции. Я выбежал на позиции, у меня вот кассеты открыли. Ну, потом еще кто-то с волковым стрельнул их, ну, пропальцовался. Так, ну, ноги переломал обе двери. Я, как бы, полтора дня еще там лежал, пока меня заберут. Пошелиться толком не могу, все упухшее. Ноги не работают, встать не могу. И вот потом меня забрали, так и важно. А, ну, первый раз, когда вот украинские двое человек подошли ко мне, позиции, не знаю, я попросил не стрелять, потому что я, говорю, я раненый, говорить, я жить хочу, не стреляй, пожалуйста. Ну, потом они подошли, мне говорят, что жить хочешь. Я говорю, да, хочу. Давай сюда телефон, все, автомат, две отрывки у меня забрали. Патроны, говорят, сегодня еще пять магазинов там. Не знаю, тоже позвонил, другой человек забрал. Как бы вечером там опять начался бой какой-то. В итоге мы договорились, у меня вроде как должны были на завтра давать. Ну, я не знаю, это какая-то договоренность была. С Аватаром они разговаривали. Вроде как бы договорились, но Аватар пошел в бой и отбил половину позиций. Я как бы на том же месте сидел и сидел, сидел, сидел и сидел в лесополке просто. Только через полтора дня, получается. Я как бы лежал и не высовывался, от меня помощи никакой, у меня нет автомата, ничего. Ну, мне, честно, страшно просто. Никаких, ни разу ни одного патрона не выстрелилось. Украинцев не убивал. Всех раций нету практически. Ну, да, уже достаточно, трехсотых, трехсотых. Сколько ты видел, ну, отлично ты? Ну, отлично я, наверное, и своих человек десять. А так до этого обожается, там заходил, ну, куда-то, не знаю, в другое место какое-то. И у него там сразу, по-моему, человек семь или пять было. Нормально получаю. Стоит от этого? Нет, не стоит. Ну, и за Путина никогда не бросовал. Я вообще против войны. Ну, я как бы не люблю. Вот, само страшно было, пиздец. Первый раз, вот, когда поднялись, пытались отказываться. Ну, сроки там поменяли, начали ФСБшников вызывать. Говорят, сейчас уже не пять, а десять было все. Как бы все ждешь, когда это уже все закончится, когда какие-нибудь переговоры пройдут. А много у вас было отказников? Ну, да, было сначала. Потом пятерых ФСБ сбрало. Что-то все начали туда подписывать. Ну, я одна с ФСБшниками сам еще не виделся. Там в Семярке инцидент был. Ну, вот, прекрасно, пять человек закрыли. Это военная полиция. И один у нас там это видео снял, как у нас зачитывал приказ, в котором было написано то, что мы не должны быть на первой линии, мы должны постоять на второй, на третьей линии. Ну, как бы выходим, и нас пугают ФСБ уже сроками. Сроками заканчивать войну. Ненужные потери. Я вообще не говорю против войны. Я боюсь этого. Ну, с детьми, уже все равно возраст не тот, когда я в армию ходил, когда молодые были. Да и неохота просто умирать. Сейчас у всех семьи, у детей. Зачем это нужно? Да, просто разорванные тела. И сам это поджувствовал, что это такое-то. Не можешь не встать, ничего.